Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Привожском округе. Такой же размер налога сохранен только в Самарской области, а в остальных регионах ставка выше. По-новому рассчитать налог планируют уже за 17-й год. Напомню, что власти решили увеличить и транспортный налог для автомобилей мощностью более 150 лошадиных сил. Программа Экономика. Кировчане стали чаще пытаться получить налоговый вычет необоснованно. В этом году граждане не получат 65 миллионов рублей, на которые они подали документы. Это возврат налогов, на которые имеют право покупатели жилья, приобретатели медицинских или образовательных услуг. Цифра, не одобренная налоговой службой, за год выросла почти на 20%. Чаще всего кировчане пытаются заявить вычет повторно или пытаются получить больше, чем возможно. Экономика. На 101 ФМ. Инфляция в регионе составила 1,5%. Цифру за 10 месяцев приводит Кировстат. В октябре цены на товары и услуги, по его данным, почти не изменились. Цены на продукты в октябре остались на уровне сентября. Подорожали в два раза огурцы и помидоры, апельсины на 15%, но стали дешевле лимон и капуста, виноград, яблоки, лук и морковь. Отмечено снижение цен на сахар и мед. Общий индекс цен и тарифов на услуги населению снизился на 0,5%. В октябре стали обходиться дешевле билеты на поезда. Юридические услуги по подготовке исков в суд и расторжении брака, билеты в кино. Также Кировстат отметил снижение ставок по кредитам. Завершение валютах. Доллар сегодня 60 рублей 25 копеек. Евро уже дороже 70. 71 рубль 17 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.